22 октября 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с казанской иконой Божьей Матери. День 4 ноября в качестве государственного праздника был утвержден в 2005 году после открытия памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде. Несмотря на официальный выходной, на улицах города в этот день было немноголюдно. Испытания непогоды оказались по душе далеко не всем, но все же орловчане считают праздник этот нужным. Молодежи нужно рассказывать про историю любого праздника, про историю страны, праздника России в первую очередь. Чебурашка, простите. Моглевого сына, он сегодня вышел с российским флагом, готовился к этому празднику. Кроме того, что вот история, я надеюсь, что и весь наш народ тоже будет. Головей, так. И будет, как сказать, соединен даже не то, что... Попугай. Попугай. Такую трудную годину, но и в мирное время. Чтобы дети любили свою страну. Просто выходной, конечно. Побыть, как говорится, лишний день с семьей здесь, с ребенком, с женой. И опять же рассказать ему о том, откуда этот праздник. Сейчас мы обсуждаем единение России, поэтому вспоминаем историю. Вот мы пришли, здесь никого не было, но немножко так люди собираются. К 12 часам на площади Ермолова собрались представители различных партий. Правда, в основном это были немногочисленные шествия. Как пояснили сами организаторы, погода сильно повлияла на количество участников. В историю праздника политики предпочли не вникать, а сосредоточились на пропаганде гражданской активности. Все народы должны быть, Россия единая. Знаете историческую основу этих праздников? Вот историческую основу этих праздников, честно говоря, не знаю. Его праздник потому, что совершенно абсолютно новый. Любите свою родину. Помните, как поколенные в воде мы стояли? Это нам испытания посылают, и мы их выдержим. Спасибо, что приехали. Несмотря ни на что, мы должны понимать, что перед законом все равны. Самым же массовым в этот день оказался «Русский марш», который собрал около 200 человек. Несмотря на ливень, шествие проследовало через центр города. «Русский марш» – это всероссийская акция. Подобные акции сегодня прошли в большинстве городов России. Один за всех! И все за того! Один за всех! И все за того! Благодарю вас, ребята! Кстати, в этом году на площади Ленина никаких акций не проводилось. Как нам пояснили представители одной из партий, им проводить там митинг не разрешили. Несмотря на то, что многие орловчане приходили в ожидании мероприятий, главная площадь города весь день пустовала. Анастасия Пслава, Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.